Давайте я буду пока начинать. Меня зовут Кислисина Алена Игоревна. Я врач-драматолог-косметолог клиники профессора Яцковской и преподаватель школы профессора Яцковской. Сегодня у нас такая обширная, очень интересная тема. Мы поговорим о основных проблемах, с которыми к нам обращается пациент и, конечно же, методы решения, которые мы можем применить в данном конкретном случае. Основные причины, по которым к нам обращается пациент, это, конечно же, возрастные изменения кожи. Помимо этого, мы часто встречаемся с такими патологиями, как упероз и розация. Менее часто видим на приеме гиперпигментацию, хотя сейчас появление солнца нам обеспечит больше поток пациентов с данной проблемой. Конечно же, часто встречаются пациенты с сибореей, с акне, то есть это нередкий наш пациент, причем не только это подростки и молодые девушки и парни, но и более старшие девушки с такими проблемами тоже приходят к нам на прием. И, конечно же, мы работаем с проблемой рубцов. Пост-акне часто к нам приходят пациенты именно с жалобой, когда уже высыпания прошли, но осталась неровность кожи, осталось нарушение рельефа, и с этим мы тоже можем работать. Значит, давайте начнем с такой обширной проблемы, как возрастные изменения. В общем-то, старение. Что относит к такому процессу? Во-первых, это биологический процесс, который генетически детерминирован. Мы от него никуда не денемся, и, к сожалению, он, так скажем, необратим. Но мы в условиях современной медицины, в современной косметологии можем замедлить и улучшить, так скажем, состояние. В общем-то, по классификации МКБ мы классифицируем именно то, с чем мы работаем. Мы работаем как косметологи с кожей. Это старческая атрофия, вялость кожи. В общем-то, старение, оно, так скажем, разделяется на биологическое старение или еще так называемое хроностарение. Это как раз-таки генетически детерминированный процесс. Это процесс изменения как раз-таки живых систем во времени и вызывающий нарушение функции. И также выделяют преждевременное старение, так называемое еще фотостарение. В 90-х годах американский драматолог Альберт Кликман предложил этот термин – фотостарение, как раз-таки увидев, как влияют ультрафиолетовые лучи на старение кожи. И предложил как раз-таки изучение, стал основоположником изучения данной темы, то есть изучение как раз-таки защиты кожи от ультрафиолетовых лучей с целью предотвратить преждевременное старение. То есть это как раз-таки то, на что мы, как врачи-косметологи, с вами можем влиять. То есть это воздействие как раз-таки внешних и внутренних факторов. То есть помимо того, что воздействует ультрафиолет, есть еще и другие факторы, которые обеспечивают нам старение кожных покровов. Это и свободно-радикальная реакция, да, окислительный стресс. Как раз-таки ослабление, это ведет к ослаблению барьерных структур рогового слоя и как следствие появляется сухость кожи. Конечно же, это хроническое воспаление, то есть снижается иммунитет кожи и кожа медленнее восстанавливается, нарушается микроциркуляция. То есть все метаболические процессы в коже замедляются. Да, сейчас мы говорим именно про старение кожи. Гормональный дисбаланс также ведет к изменению кожных покровов. То есть это либо повышенная секреция сальных желез, либо наоборот пониженная. Обязательно при гормональном дисбалансе мы наблюдаем нарушение синтеза коллагена. Почему мы и должны обследовать пациенток постпубертатного периода на момент именно хорошего состояния гормональных функций для того, чтобы проводить стимулирующие методики и видеть от них результат. То есть если есть нарушения в гормональном фоне, к сожалению, стимулирующие методики не приведут к, так скажем, выраженным результатам, которые мы ожидаем. Конечно же, обязательно пациента нужно проверять и на инсулин. То есть момент инсулинорезистентности тоже влияет на состояние кожи. Ну и все мы живем в условиях хронического стресса. То есть максимально стараться его снизить, работать над собой, так скажем. Все это в наших силах. Патогенез старения кожи заключается как раз-таки в основных таких функциях. Это действие свободных радикалов. То есть здесь мы видим нарушение микроциркуляции. Как следствие, это ведет к уменьшению толщины дермы. Активация матричных металлопротеиназ ведет как раз-таки к разрушению коллагеновых и эластиновых волокон. То есть это как следствие нарушается структурная поддержка кожи. То есть снижается эластичность кожи, тургор кожи. Далее снижается уровень увлажненности кожи. То есть происходит снижение синтеза гиалуроновой кислоты и повышается таким образом трансэпидермальная потеря влаги. И мы видим как следствие это ксироз кожи, снижение или потеря тургора кожи. И естественно в процессе старения у нас снижается скорость обновления клеток. То есть мы видим явление гиперкератоза и истощение дермы. Так, у меня немножечко съехал слайд. Надеюсь, все видно. Обязательно при работе с возрастными изменениями мы должны учитывать изотип пациента и морфотип пациента, что представлено на данном слайде. Как раз таки типы старения пациентов, описанные еще в 1974 году Инна Ивановна Калькульенко, до сих пор актуальны. И мы опираемся на эти данные. То есть усталый, деформационный, мелкоморщинистый мышечный тип или их комбинация дает нам понимание старения морфологических структур кожи. И дает нам выбор тех или иных методик по работе с пациентом. И соответственно мы можем более правильно, учитывая все морфологические особенности и патогенез старения данного конкретного пациента, выбрать правильную методику, правильный препарат или комбинацию методик. При выборе, так, у меня пропала табличка, скажите, пожалуйста, виден ли текст в таблице типа фотостарения по Глагау? Я надеюсь, что все с ними знакомы, я думаю, что это первое, с чем знакомится косметолог. Да, типа фотостарения по Глагау мы, конечно же, тоже учитываем. То есть на сегодняшний день косметология не видно, к сожалению, да. Смотрите, здесь просто подробно описаны характеристики каждого типа фотостарения по Глагау. Эта информация вся есть в интернете, поэтому кто-то может зайти в интернет и ознакомиться, освежить в памяти эти данные. Типы фотостарения мы учитываем для того, чтобы как раз-таки, опять же, подобрать методику по работе с пациентом. То есть на сегодняшний день мы не опираемся на возраст пациента, потому что, так скажем, более правильно, патогенетически правильно опираться именно на состояние кожи пациента в данном конкретном случае. То есть у пациентки в 25 лет могут быть нарушения структуры дермы и может наблюдаться атония кожи. И для нее мы выберем определенный аппарат или препарат. Например, у пациента с хорошим гормональным фоном, с хорошей эластичностью кожи в 40 лет может наблюдаться хорошее состояние кожи, поэтому здесь мы при выборе препаратов инъекционных, при выборе методик, как аппаратных, так и инъекционных, опираемся только на статус локализ данного конкретного пациента, что обеспечивает нам индивидуальный подход к каждому пациенту и выбор максимально результативной методики для него. Опять же, при выборе методики мы учитываем шкалу инвалютивных изменений по шкалам МЕРЦ. Эти шкалы применяются на сегодняшний день во всем мире. Здесь мы наблюдаем 5 степеней изменения по степени выраженности морщин, складок, борозд. Это тоже информация в открытом доступе, есть в интернете. Здесь я привела несколько только данных. То есть при выборе методик мы обязательно опираемся как раз-таки на данные визуального осмотра пациента. То есть это морфотип старения, это фотостарение по ГЛАГАУ и шкала инвалютивных изменений по МЕРЦ. Сегодня мы поговорим о таком замечательном препарате, как препарата РЕВИ. И как раз-таки уникальность его компонентного состава обсудим более подробно. Самый важный компонент, что отличает этот препарат от любых других инъекционных препаратов, биоревитализантов, это содержание в нем тригалоза. Бегалоза – это достаточно простой компонент, это дисахарид растительного происхождения, который состоит всего лишь из двух остатков для глюкозы. И вот здесь вы видите его формулу. У него, у этого компонента, очень много, так скажем, мощных функций, которые нам позволяют использовать этот препарат не только в лечении возрастных изменений кожи, но и других дерматологических проблем, с которыми к нам обращаются пациенты. В первую очередь тригалоза способна стабилизировать клеточные мембраны за счет обволакивания и, так скажем, препятствия к ним, подхода ферментов, гликозидаз, что позволяет сохранять мембраны клеток. Также обладает возможностью нейтрализовать свободные радикалы, которые, как мы знаем, мы получаем в избытке. И, соответственно, еще в защитную функцию тригалоза входит как раз-таки защита белков от денатурации и прецепитации. То есть это обеспечивает, вот эти три пункта, обеспечивает мощную защитную функцию в данном препарате, функцию тригалоза. Тригалоза обеспечивает, так скажем, прохождение по матриксу токсинов, не задерживая их в клетке, соответственно, улучшая метаболизм. Это обеспечивает нам дренажную функцию препарата. И таким образом мы можем использовать этот препарат и в качестве такого дренажного, с целью дренажа. И, что важно, важный момент, тригалоза запускает самоочищение клеток или такой процесс, как аутофагоцитоз или аутофагию. Это позволяет нам регулировать обновление клеток. В общем-то, уникальность данного компонента, она очень многогранна. Самое важное, что мы наблюдаем при работе с препаратами, в составе которых входит тригалоза, препараты Реви, они препятствуют преждевременному старению клеток, что очень важно при работе с возрастными изменениями кожи. Борется с действием свободных радикалов, как я уже выше сказала, и выступает в качестве естественного стабилизатора гиалуроновой кислоты. То есть при взаимодействии тригалоза с гиалуроновой кислотой, я не упомянула, препарат Реви, он достаточно прост в своем составе. То есть это гиалуроновая кислота и тригалоза. Соответственно, при взаимодействии тригалоза с гиалуроновой кислотой образуется такая многомерная структура, которая позволяет обеспечить более длительное действие препарата на кожу. Соответственно, как уже было сказано, препятствие подхода ферментов, соответственно, менее быстрый процесс ферментации. То есть здесь мы видим более долгую работу препарата в коже. В общем-то, функции самого комплексного препарата РЕВИ – это воспроизведение аутофагии или аутофагоцитоза, то есть мы самоочищаем клетки. Также участие в апоптозе клеток, то есть это запрограммированная правильная гибель клетки с целью как раз-таки своевременного обновления. То есть клеточный состав должен своевременно обновляться. Также препарат РЕВИ обеспечивает нам восстановление защитных функций тканей и клеток, обеспечивает лимфодренаж и усиление микроциркуляции, регуляцию микроциркуляции в коже, что позволяет нам применять этот препарат не только при коррекции возрастных изменений, но и работать с такими явлениями, как купероз и розация и гиперпигментация. И усиливает местный иммунитет и обеспечивает противовоспалительную функцию, что свидетельствует о том, что мы этот препарат можем применять не только, опять же, в таких частых причинах обращения к нам пациента, как возрастные изменения, но и лечение сибореи и акне. Акне, конечно, мы поговорим обо всех причинах более подробно. Акне, конечно же, не в острой стадии, то есть это первая и вторая стадии, степень тяжести. Здесь представлены на слайде варианты исполнения, то есть мы имеем в своем арсенале 4 варианта, 4 концентрации, гиалуроновой кислоты и 3 галлозы. Соответственно, Реви-Ай Коррекшн – это 1% гиалуроновый гель с 3 галлозой. И наиболее концентрированный – это Реви-Стронг в нашей линейке, 1,5%. Что очень важно, все препараты Реви имеют регистрационное удостоверение от 29 июля 2019 года. Вот на данном слайде как раз-таки компания CLS International производит эти препараты по, так скажем, европейскому стандарту ICO 13485. Это обозначает, что каждый год происходит аудит системы производства, что может давать нам как раз-таки уверенность в том, что мы используем, так скажем, правильный препарат, безопасный и эффективный в своем применении. Вот как раз-таки свидетельство, да, регистрационное удостоверение. То есть данные препараты имеют регистрационное удостоверение и происходит каждый год аудит производства данных препаратов. Начнем как раз-таки с коррекции возрастных изменений. То есть мы сегодня пройдемся по протоколам лечения каждого из дерматологических вопросов пациента. Поэтому мы начнем с возрастных изменений и как раз-таки применение полностью линейки Реви в том или ином случае. Первый наш препарат – это Реви-стайл. Концентрация его составляет 1% гиалуроновой кислоты. Масса молекулярной гиалуроновой кислоты составляет 3 миллиона дальтон. И концентрация тригалоза 0,15%. Показания. Значит, какие основные показания для применения этого препарата? В общем-то, это начальные возрастные изменения с целью профилактики преждевременного старения. То есть мы не опираемся, опять же, повторюсь, на возраст, да, мы смотрим на статус локали с пациентом. Поэтому здесь это будут изменения первой степени по шкале МЕРЦ, это будут первый тип по ГЛАГАУ. Соответственно, этот препарат можно применять у пациентов усталого и пастозно-деформационного типа старения с целью такого и гидротации, и улучшения микроциркуляции, и предупреждения отечности и изменения цветности кожи. Также этот препарат очень эффективно можно применять в подготовке к каким-либо травмирующим методикам. То есть это срединные глубокие пилинги, это дермабразия, это лазерные шлифовки. И, конечно, можно использовать их при восстановлении после этих травмирующих методик. Что касается протокола введения, то есть здесь рекомендуется, как раз-таки в коробке представлен шприц 1 или 2 мл, и дается две иголочки 32G на 13 мм. Удобно использовать и 32G на 4 мм. Очень интересно, по рекомендации производителя, области введения. То есть мы можем работать данными препаратами не только в области стандартной лица, шеи, декольте, но и тыльной поверхности кистей, рук и стоп, поверхность передней брюшной стенки, медиальная поверхность бедер, где тоже бывает явление ксироза и нарушение, так скажем, качества кожи. Это латеральная поверхность ягодиц. То есть мы можем применять этот препарат во всех открытых участках тела, которые подвержены именно преждевременному старению. Техника введения – это папульная или микропапульная, и глубина введения как раз-таки 2-3 мм. То есть мы должны повлиять именно на дерму. То есть любой препарат из линейки биоревитализантов РЕВИ оказывает влияние на дермальный слой. То есть нам не нужно его, так скажем, инъецировать глубоко или инъецировать более поверхностно. То есть мы работаем именно с дермой, с стимуляцией дермальных структур, фибробластов, поэтому глубина будет составлять 2-3 мм. Протокол процедуры – это процедура кратная, но, как я уже говорила, что данный препарат является пролонгированным действием, очень удобный протокол его использования для пациента в первую очередь. То есть эта процедура делается один раз в месяц. Здесь мы обеспечиваем, так скажем, смотрим на статус локали с пациентом и определяем количество процедур, количество повторов. И, соответственно, если это профилактика, то это одна процедура в 2-3 месяца. Опять же, количество процедур мы определяем по динамике изменений. Уже после первой процедуры мы увидим изменения в качестве кожи пациента. Соответственно, это может быть 2-3 процедуры. То есть в скобочках я написала для того, чтобы, так скажем, дать ориентировку. Но, опять же, мы смотрим по локальному статусу, по изменениям качества кожи данного конкретного пациента. Следующий наш препарат – это Ревисилк. Здесь концентрация гиалуроновой кислоты и тригалозы выше. Соответственно, данный препарат очень хорошо применяется при возрастных изменениях уже 2-3 степени по шкале МЕРЦ и 2-3 типа по шкале ГЛАГАУ. То есть это пациенты с более выраженным фотоповреждением, более выраженной сухостью кожи, более выраженными морщинками. Соответственно, здесь мы можем, так скажем, улучшить состояние кожи. Опять же, этот препарат за счет своей увеличенной концентрации гиалуроновой кислоты применяется преимущественно. Я не говорю, что только у этих типов старения, но преимущественно у мышечного и мелкоморщинистого типа. То есть данные пациенты с данным морфотипом и старением очень хорошо отреагируют на коррекцию данным препаратом. Опять же, этот препарат мы можем использовать в подготовке к травмирующим процедурам как до, так и после. То есть в качестве восстановления. Здесь важно как раз-таки учесть именно структурные изменения кожи, структурные изменения дермы и выбрать тот или иной препарат из линейки РЕВИ. Здесь такие же рекомендации по применению инструмента ИГЛА-32G, 4 или 13 мм. Области введения аналогичные. Соответственно, этот препарат также представлен в объемах 1,2 мл, что очень удобно. Мы можем варьировать объемом, то есть учитывать область воздействия. Техника введения папульная и микропапульная. И опять же повторюсь, что мы влияем именно на структуру дермы, стимулируем дермальный слой, поэтому глубина введения составляет 2-3 мм. Протокол процедуры. За счет своей увеличенной концентрации гиалуроновой кислоты, если мы применяем данный препарат в качестве профилактики возрастных изменений у пациентов по показаниям, то мы применяем эту процедуру 1 раз в 4 месяца. То есть в данный промежуток времени этот препарат работает. Количество процедур, опять же, определяется по динамике изменений. И мы можем более часто инициировать этот препарат при более выраженных изменениях кожи. Далее я поговорю как раз-таки о наличии купероза, о наличии пигментных пятен. И мы поговорим о протоколах применения в данных случаях. Наш наиболее концентрированный препарат – это препарат Revy Strong. То есть здесь, как вы видите, концентрация гиалуроновой кислоты 1,5% и увеличена концентрация тригалоза. Конечно же, здесь мы применяем этот препарат, если мы говорим о коррекции возрастных изменений, то это выраженные признаки старения 3-4 степени по шкале МЕРЦ и 3-4 типа по ГЛАГАУ – фотостарение 3-4 типа. Что важно? С осторожностью мы применяем этот препарат с данной концентрацией гиалуроновой кислоты у пациентов склонных к отечности. Так как высока концентрация гиалуроновой кислоты, поэтому здесь мы смотрим именно на статус локалис и уже выбираем. То есть у нас широкий выбор линейки биоревитализантов, поэтому здесь мы отдаем предпочтение при выборе именно мышечному типу, мелкоморщинистому опять же. Этот препарат мы с успехом тоже применяем в подготовке к травматичным процедурам, восстановление, хорошо происходит дермальных структур после абляционных методик, после пилингов, также в подготовке к операциям. Здесь мы уже можем использовать в качестве инструмента иглу не только 32G, но и 30G, данный препарат будет хорошо, так скажем, идти через иглу данных диаметров. Область введения, опять же повторюсь, это все, так скажем, показанные области введения нам, производителям, указанные в инструкции. Очень важный момент, данный препарат не рекомендуется использовать в переорбитальной области. За счет своей высокой концентрации гиалуроновой кислоты данный препарат может создавать выраженный отек и никаким образом не улучшить состояние кожи переорбитальной области. Препараты Реви Силк, Реви Стайл мы можем применять в как раз-таки переорбитальной области, но вот далее буду рассказывать про препарат в области вокруг глаз, поэтому здесь мы можем уже дифференцировать наш выбор. Опять же, этот препарат представлен в объеме 1,2 мл. Техника введения уже может быть как папульная, так и линейно-ретроградная, то есть в качестве биоармирующих методик с помощью иглы 13 мм мы можем создавать именно биоармирование линейно-ретроградной техники. Глубина введения также будет составлять 2-3 мм. Протокол процедуры. Если мы говорим о работе с выраженными признаками старения и выраженными признаками фотостарения, то данный препарат мы можем применять в качестве профилактики 1 раз в 4-5 месяцев. Количество процедур опять же мы можем определять по динамике 2-3-4 процедуры и варьировать временной промежуток. Соответственно, если это выраженные признаки старения, и мы с пациентом поставили задачу ускоренной работы над данными признаками, не чаще, чем раз в месяц, но мы раз в месяц можем повторять данную процедуру препаратом Девистрон. Поговорим о старении кожи переорбитальной области. Данная область отличается, в принципе, от кожи лица, шеи за счет своей структурности, за счет своей более тонкой структуры. Мы видим, что все пациенты разные, да, и переорбитальная область стареет у всех по-разному. Соответственно, мы выделяем атрофический тип старения. Это когда мы наблюдаем как раз-таки темные круги под глазами, истончение кожи, истончение кожных покровов в переорбитальной области, скелетизация орбиты, да, то есть здесь мы как раз-таки можем применять с целью улучшения дермальной структуры кожи вокруг глаз, с целью улучшения микроциркуляции. Мы можем применять препараты на основе гиалуроновой кислоты и тригалоза. Если перед нами гипертрофический тип старения, опять же, с выраженными жировыми пакетами, да, грыжевые пакеты, выраженный лимфостаз, опять же, выраженный гравитационный птоз и ослабление тонуса мышцы орбикуляри-сокуля, ослабление связочного аппарата, если мы видим данную ситуацию у пациента, к сожалению, здесь в таком случае биоревитализация никаким образом не улучшит состояние переорбитальной области, то есть здесь мы уже должны подружиться с хирургом и, возможно, провести какие-либо процедуры по улучшению данной области. И уже после данных манипуляций мы можем в качестве восстанавливающих процедур использовать препараты на основе гиалуроновой кислоты и тригалоза. Что касается степени старения, да, переорбитальной области, мы используем классификацию по Нестер и Нахай, она очень удобна в применении для подбора пациента, да, для выбора методики, и, соответственно, при выборе препарата, да, Review Eye Correction мы учитываем, что изменения переорбитальной области до второй степени. Если перед нами пациент с выраженными изменениями по данной классификации выше второй степени, на биоревитализацию мы его не берем, как первый этап коррекции, мы уже с ним работаем после каких-либо более, так скажем, инвазивных методик. Опять же, повторюсь, что концентрация данного препарата, она является однопроцентной, то есть этот препарат мы можем применять вокруг глаз, и он в своем объеме содержит шприц только один миллилитр. То есть этот препарат конкретный для переорбитальной области, и здесь мы видим, что концентрация тригалоза чуть повыше, чем в препарате Review Style. Соответственно, это дает нам, так скажем, более выраженную микроциркуляцию, усиление микроциркуляции в переорбитальной области, что будет очень хорошо сказываться на состоянии темных кругов, на состоянии именно лимфостаза в переорбитальной области. То есть мы можем таким образом работать над отечностью в переорбитальной области. Опять же, гиперпигментация. Если есть подвижного века, то данный препарат очень хорошо будет с ним работать. Опять же, морщины и снижение тонуса тургора кожи. В таких случаях мы можем применять данный препарат. Рекомендуемая игла по рекомендации производителю, опять же, это игла 32G, но по своему опыту скажу, что 33G намного удобнее и комфортнее как для пациента, так и для врача. То есть здесь мы имеем меньший объем и более точечное воздействие. Таким образом, мы используем микропапульную технику. Обязательно нужно учитывать, что папула не должна быть больше одного, миллиметра в диаметре. Как вы можете увидеть на фото, это фотография после процедуры. Здесь уже присутствует посттравматический отек, но во время процедуры под контролем зрения мы проводим инъекции и следим за диаметром папул. Папулы мы, так скажем, инициируем близко друг к другу для того, чтобы хорошо продранировать кожу вокруг глаз, хорошо обеспечить гидротацию тканей. И мы можем подходить прямо-таки к ресничному краю и обрабатывать область верхнего века. Так, препарат РВИ в каком объеме? Один миллилитр будет достаточно для проработки всей переорбитальной зоны. То есть на каждую область у вас уйдет по 0,5 миллилитра препарата. Этого будет достаточно. Даже останется для обработки кожи над бровями, области гусиных лапок и так далее. Протокол. Если мы используем данный препарат в качестве профилактики, то данный препарат рекомендуется применять один раз в три месяца. В этот период мы будем, так скажем, наблюдать работу препарата. При наличии как раз-таки ярко выраженных изменений переорбитальной области мы процедуру можем кратность увеличить и проводить процедуру один раз в месяц. Соответственно, количество процедуры определяем по статусу локалис. Так, подвижное веко обрабатывается. То есть мы можем обрабатывать, например, подвижное веко у пациентов после блефропластики. Когда уже мы наблюдаем состоятельный рубец, мы можем обрабатывать кожу подвижного века, область рубчика в верхнем блефропластике и улучшать структуру данной области. Если долго держался отек, возможно, что был неправильно выбран пациент. То есть нужно выбрать, например, лимфодренажные методики, чтобы проработать качество кожи. Если пациент отечный или отечно-деформационный, но мы хотим проработать, так скажем, качество кожи, улучшить гидротацию тканей, то сначала рекомендуется проводить лимфодренажные методики, например, такие аппаратные методики, как JetPill, ICUN, LPG, и уже затем брать такого пациента на биоревитализацию периорбитальной области. То есть в данном случае пациент гораздо лучше ответит на стимуляцию, и отек будет держаться гораздо меньше. Так, реабилитационный период. Вот смотрите, в данном случае пациенткам была проведена процедура, и по динамике следы от инъекций держались 3-5 дней. То есть отечность наблюдалась, но не выраженная. То есть это не отек переорбитальной области, это именно посттравматический такой отек. То есть это не причина именно использования препарата РИВИ. Так, на оба глаза можно... Смотрите, вы можете использовать гораздо меньший объем препарата, главное выполнить ту задачу, над которой мы работаем. То есть здесь 1 мл – это обработка полностью переорбитальной области у пациента с выраженной гидротацией тканей, с нарушением микроциркуляции, с именно потребностью в обработке данной области данным объемом. Конечно, мы можем использовать и меньший объем на переорбитальную область. Как раз-таки вот зоны коррекции и объем. Часто спрашивают, какой объем уходит на лицо, на переорбитальную область. То есть на лицо, как правило, это все-таки 2 мл, потому что 1 мл бывает недостаточно для обработки полностью всех зон лица. Соответственно, переорбитальная зона – это 1 мл в среднем, может быть, и меньше, это допускается. Шея, опять же, зависит от объема мягких тканей 1-2 мл. Вот вы видите на обработке декольте. С данной пациенткой мы работали не только с возрастными изменениями декольте, но и с наличием сосудистых изменений. Поэтому здесь мы более тщательно решили обработать данную область. И вот данный рисунок, вы видите, да, это ушло 2 мл препарата. Опять же, кисти рук. Кисти рук – это в среднем 2 мл, то есть по мл на каждую тыльную поверхность кистей рук. На схеме представлено, как раз-таки, мы можем сочетать, да, опять же, в одну процедуру и препарат для переорбитальной области, и препарат для лица. Соответственно, по схеме запросто можно использовать 3 мл препарата в одну зону, да, зону лица. Так, вот здесь представлен результат коррекции, как раз-таки, пациентки с возрастными изменениями. Данные пациенты были у нас в исследовании, которое проводилось на базе школы профессора Юцковской, по исследованию клинической эффективности препаратов Реви. И здесь проводилась процедура препаратом Реви Силк один раз в 3 месяца. Как вы видите, улучшилась цветность кожи, улучшился рельеф кожи, то есть пациентка до этого никакие процедуры не делала, соответственно, во время исследования тоже никакие процедуры не проводились. Поэтому это чистый результат на препарат Реви. Вот здесь как раз-таки в 45 градусов мы можем видеть, да, как улучшился тургор кожи, да, улучшилось состояние морщин. Мы не говорим о том, что биоревитализант вылечит нам статические морщины, которые уже наблюдаются в покое, но они гораздо улучшены по внешнему виду. Улучшилась также, вот с правой стороны вы можете наблюдать, улучшилась цветность пигментного пятна, то есть оно стало менее выраженным, менее ярким, что и отмечает как раз-таки сама пациентка. На данном слайде здесь тоже результат коррекции применения Реви Силк. В таком же протоколе здесь мы наблюдаем выраженный лифтинг тканей, и вот стрелочкой показано даже улучшилось состояние носогубной складки. И что нас очень удивило, да, за счет лифтинга тканей мы увидели изменение контура овала лица. То есть здесь не были никакие применены дополнительные методики, чистый результат на препарате Реви. Также улучшилась и цветность кожи, и улучшилось именно состояние пигментных пятен. О гиперпигментации поговорим сейчас чуть попозже. Мы подтверждали не только визуальный результат, но и проводили диагностику кожи, изучая до и после такие параметры кожи, как влажность и эластичность. И вы видите, да, что после курса процедур значительно улучшилась влажность и эластичность тканей. То есть не только визуальный эффект, но и подтвержденный диагностически. Здесь результат коррекции вокруг глаз. То есть здесь был применен препарат Реви-Ай-Коррекшн. В протоколе один раз в месяц три процедуры. Здесь вы видите, пациентка жаловалась на наличие, так скажем, синих кругов под глазами и неровность рельефа лица. Неровность рельефа именно кожи нижнего века. Соответственно, по результату применения данной методики, введения Реви в 1% концентрации, мы видим улучшение рельефа. Посмотрите, наверху слева мы видим, так скажем, выраженный рельеф, а внизу на фотографии мы видим, как рельеф более сглаженный. И, соответственно, пациентка сама, так скажем, отмечает уменьшение отечности по утрам и, в принципе, увлажненное состояние кожи в течение дня. Можно в области крыльев носа с целью уменьшения купероза. Да, это будет достаточно болезненно для пациента, то есть мы обязательно применяем топическую анестезию. Вот сейчас как раз-таки про купероз поговорим. В технике это будут микропапулы, да, и при хорошей анестезии данная методика используется успешно для коррекции как раз-таки купероза. Мы помним, что купероз – это не диагноз, это симптомокомплекс, да, это нарушение микроциркуляции с поверхностных сосудов кожи. По МКБ мы классифицируем розация, да, как диагноз, то есть это хроническое воспалительное заболевание, именно сосудистое. Мы берем пациентов на коррекцию, так скажем, в стадии именно эритоматозно-телеангиктотической, да, то есть папулопустулезной мы сначала должны скорректировать, ни в коем случае не брать таких пациентов в первую очередь на инъекции, то есть при коррекции купероза и розации инъекции это вспомогательная терапия, то есть мы обязательно обследуем пациента, да, в принципе причины появления таких изменений на коже лица, проводим диагностические мероприятия и назначаем анализы, и как раз-таки в данном случае при спокойном течении, да, то есть купероз и начальные признаки розации мы можем сочетать, скажем, лечение данного пациента с аппаратными методиками и с наружной терапией, то есть инъекцией не будут являться именно монотерапией. Но как показывают нам результаты, как раз-таки мы получаем очень хорошие результаты и в моно-варианте. Главное подобрать правильно пациента. Что касается использования именно биоревитализанта Реви, здесь основная цель – это укрепление стенок сосудов, регуляция микроциркуляции, что нам обеспечивает как раз-таки триголоза, да, в данном препарате, и стимуляция местного иммунитета, то есть это обеспечит улучшение микроциркуляции кожи и улучшение тонуса стенки кровеносных сосудов. Здесь чаще всего мы применяем препарат Реви Силк, он дает более выраженный результат коррекции именно по работе с сосудистой патологией. Также мы можем при комбинации возрастных изменений и наличия купероза, мы можем использовать препарат Реви Стронг. Реви Стайл мы можем использовать как раз-таки при начальных признаках купероза, когда мы хотим улучшить цветность лица, когда мы хотим провести именно лимфодренаж тканей, и тогда в таком случае мы берем препарат Реви Стайл. Здесь, как я уже упоминала, да, используется иголочка 32G, она очень удобна для инъецирования данных препаратов. Мы можем использовать как 1 мл, да, на область, например, щек, да, так и 2 мл на область всего лица. К примеру, техника будет папульная или микропапульная. В данном случае я склоняюсь использовать больше микропапульную технику для того, чтобы детально проработать каждый участок препарат, каждый участок кожи с терапевтической целью. То есть здесь это более предпочтительно. По протоколу кратность процедуры 1 раз в месяц. То есть 3-4 процедур, как правило, за этот период мы достигаем выраженного результата по коррекции купероза, по коррекции телеангиетатической альтоматозной стадии розации. Промежуток между фотографиями 4 месяца, которые я показывала. То есть было проведено фотографирование пациента, а затем проведено процедуры 1 раз в месяц. И через месяц после окончания курса фотоконтроль. Как раз-таки, опять же, повторюсь, область крыльев носа. Если мы видим изменения сосудистые в области носа, это будет болезненно для пациента. Но мы успешно можем применять данную инъекционную методику и для лечения сосудистой патологии в области крыльев носа, в области спинки носа в микропапульной технике. Так, препарат выбора для уменьшения купероза, как раз-таки я уже сказала, это ревесилка. Конечно же, мы не колем, видимо, телеангиетатозию. Мы инъецируем препарат в интактной ткани от расширенных сосудов. Это нам позволит простимулировать стенки кровеносных сосудов. Так, вот как раз-таки вы видите 3D-контроль. То есть это не фотография пациентки, это 3D-контроль в режиме сосудистого. Здесь также пациентке была проведена процедура ревесилк в области лица, полностью в области лица, и мы получили очень хороший результат выраженный. Пациентка отмечает, что она стала меньше реагировать на какие-то изменения внешней среды, например, холод, жар, горячая пища, острая пища. То есть ее кожа лица остается интактной, то есть нет выраженных покраснений. Данная пациентка тоже с жалобами на невыраженный купероз, но опять же были моменты как раз-таки расширения сосудов в области щек. И вы видите, как после инъекции препарата ревесилк через 4 месяца мы видим более спокойную картину состояния кожи, состояния сосудов кожи. Вот как раз-таки результат коррекции именно розация в теленгиктотической стадии препаратом ревесилк, то есть пациент более выраженные и сосудистые изменения, и более выраженные при возрастных изменениях, поэтому использовали препарат ревесилк, как раз-таки мы видим колоссальные изменения в состоянии сосудов. Препараты при введении неболезненные, то есть пациент не ощущает каких-либо пощипываний, каких-либо неприятных ощущений, кроме вколы иглы. Что касается гиперпигментации, то есть мы помним, что гиперпигментация – это опять же хроническое заболевание, это хроническая дисхромия. Как раз-таки здесь мы можем и, так скажем, сочетать, мы обязаны сочетать коррекцию гиперпигментации с наружной терапией, с инъекционной, с аппаратной методикой, будь то фотолечение или лазерное лечение, для достижения именно терапевтического эффекта. Обязательно исследуем пациента именно генез гиперпигментации, потому что это важно для коррекции той или иной формы гиперпигментации. Поэтому обязательно перед назначением каких-либо процедур мы должны обследовать пациента, провести диагностику, увидеть состояние пигмента, тогда уже понять, с чем мы работаем, с чем мы имеем дело и какой будет результат коррекции. Соответственно, протокол, что касается здесь гиперпигментации, мы работаем как с приобретенной гиперпигментацией, так и с поствоспалительной гиперпигментацией. И здесь основная цель именно компонентов препаратов, если мы назначаем протокол использования препаратов РЕВИ, это противовоспалительное действие, регуляция микроциркуляции, часто это бывают сопутствующие признаки наличия гиперпигментации. И, соответственно, улучшение цветности кожи. В данном случае чаще всего мы применяем препараты РЕВИ СИЛК и РЕВИ СТРОНГ с той целью, что там большая концентрация тригалозы, что позволит нам обеспечить именно лучший эффект по работе с гиперпигментацией. Так, препарат СТРОНГ при коррекции. СТРОНГ при коррекции купероза микропапулы или папулы. Здесь мы должны опираться именно на состояние сосудов, то есть зависит от области введения. Например, если мы работаем только над областью щек, я бы выбрала микропапульную технику, потому что мы можем так более детально проработать все области коррекции. При лечении розации мы обходим видимые телеангектазии и мы колем в интактную ткань, то есть в кожу, где мы не видим выраженный расширенный сосуд на поверхности кожи. Так, что касается гиперпигментации. Мы используем препарат Ревисилк, Ревистронг. Это препараты наиболее, так скажем, сконцентрированы тригалозой. Используем также, с помощью иглы вводим папульно или микропапульно. Здесь, так скажем, мы уже варьируем глубиной инициирования, так как мы помним, что пигмент, в принципе, обеспечивается производством накопления меланина в эпидермисе, и у нас пигментация может быть эпидермальная или дермальная или смешанная, поэтому здесь мы можем варьировать глубину инъекции. Она может быть чуть более поверхностная. Пигментное пятно как раз-таки мы обрабатываем по пигментному пятну, не вокруг него, а именно по пигментному пятну, оставляем микропапулы. Протокол процедуры. Как раз-таки здесь один раз в месяц 4-5 процедур. Работа с гиперпигментацией, она достаточно длительная, как в моно-варианте, процедурами только инъекционными, например, или в сочетанных протоколах. То есть это работа более длительная, нежели чем коррекция, например, купероза. И обязательно здесь мы обговариваем с пациентом, что необходим, так скажем, профилактический прием. То есть мы не забываем о том, что не бывает таких процедур, которые мы сделали, и пигментное пятно ушло, и мы о нем забыли. К сожалению, пигментное пятно, пигментные изменения – это постоянно должна быть профилактика данной ситуации. Поэтому здесь мы проводим профилактические процедуры 1 раз в 3-5 месяцев по состоянию уже кожи, по состоянию данного конкретного пациента. Вот как раз-таки результат коррекции использования препарата Revy Strong. Здесь проведено 2 процедуры 1 раз в месяц. Вы видите, какое колоссальное изменение цветности кожи. Здесь использовался препарат Revy Silk. Опять же, мы видим диффузную гиперпигментацию. Мы видим, что она полностью не ушла, но пациент уже доволен изменением цветности кожи, изменением выраженности пигментации. То есть она стала менее заметна, и это уже удовлетворяет пациентов. Здесь, что интересно, мы работали над кожей вокруг глаз препаратом Eye Correction. Соответственно, процедуры проводились 1 раз в месяц, 3 процедуры подряд. И мы захватили, да, здесь вот как раз-таки был тот вариант, когда уходило препарата меньше на периорбитальную область, чем 1 миллилитр, и мы обрабатывали зоны пигментных пятен. И вы видите, как пигментные пятна посветлели, они не ушли полностью, но пациент остался очень доволен, так как мы увидели размытие вот этих границ пигментных пятен, и увидели такой хороший результат именно по коррекции препаратом Review Eye Correction. То есть, казалось бы, там минимальная концентрация тригалоза, но, опять же, это обеспечило очень хороший осветляющий эффект. Так, что касается сибореи и акне. Опять же, я говорю, что это комплексная проблема, и её решать мы должны вместе с смежными специалистами, с терапевтом, с гинекологом-эндокринологом, если это женщина, обязательно исследовать гормональный статус, потому что выраженность выработки кожного сала гормонозависима. И, опять же, мы не говорим, что сиборея – это диагноз, да, это симптомокомплекс, и мы должны скорректировать этот симптомокомплекс, так скажем, с помощью как наружных средств, так и диагностики и использования аппаратных или инъекционных процедур. Если мы говорим об инъекционных процедурах, то мы, так скажем, их применяем у пациентов в неострой стадии, то есть это первая-вторая стадия акне и сиборея. Соответственно, протокол, да, здесь мы чаще всего используем препараты RevyStyle и RevySilk, да, потому что у таких пациентов чаще всего бывают, так скажем, менее выраженные возрастные изменения, и мы можем взять именно препарат, не концентрированный именно по проценту гиалуроновой кислоты, да, а мы берем наибольшую концентрацию именно по тригалозе, то есть это RevySilk или RevyStyle, если это, например, начальные признаки какие-то сибореи, да, то есть первая стадия акне, пациенты очень хорошо отвечают на коррекцию данными препаратами. Соответственно, цель здесь применения именно препарата Revy – это противовоспалительное действие тригалозы и стимуляция местного иммунитета. Таким образом, мы видим именно комплексную коррекцию данной дерматологической ситуации. Также мы можем использовать как один миллилитр, так и два миллилитра, да, обрабатывая зоны именно проблемные. Здесь техника папульная, микропапульная, и глубина введения также в дерму. Что касается протокола проведения процедуры, он активный, да, то есть мы также проводим процедуры один раз в месяц, три раза подряд, и дальше смотрим по показаниям. Мы можем здесь проводить именно профилактические поддерживающие процедуры, которые будут назначаться по показаниям, например, раз в 3-5 месяцев. Так, прям пигментацию можно колоть пятна пигментации? Да, да, прямо по пигментации. Если мы определили, что это пигмент невоспалительный, да, то есть там нет активного воспаления, то мы можем инициировать препарат именно в пигментное пятно. Таким образом происходит стимуляция именно данной области и происходит изменение цветности кожи. Так, по акне, значит, секунду, вот здесь пациент тоже участвовал в исследовании. Мы проводили препаратом Revy Silk коррекцию. Основные жалобы были, это как возрастные изменения, так и наличие, так скажем, излишней выработки кожного сала и наличие поствоспалительных пигментных пятен, то есть в области подбородка пациентку беспокоил данный вопрос. И здесь мы видим именно улучшение качества кожи, улучшение её текстурности и уменьшение выработки кожного сала. Вообще все пациенты отмечают, что, вот кто жаловался на излишнюю жирность кожи, все отмечают, что уменьшилось именно себоотделение, то есть стала кожа более комфортной. Соответственно, данный протокол составлял три процедуры один раз в месяц, и мы видим, так скажем, и пациентку, да, мы до сих пор наблюдаем, стойкое именно сохранение вот этого эффекта противовоспалительного, то есть у пациента не появляются новые высыпания, она в комфорте со своей кожей отмечает, да, и увлажнённость кожи, и уменьшение выраженности воспалительных пятен, и уменьшение жирности кожи. Соответственно, вот здесь на схеме я показала, что мы обрабатывали полностью, инициировали лицо с акцентом микропапульной техники на область подбородка. Что касается постакне, то есть мы понимаем, что это такая комплексная проблема, и, соответственно, это могут быть и застойные пятна, и поствоспалительная гиперпигментация, и, ну, так скажем, рубцы гипотрофические, нормотрофические, и понимаем, что, так скажем, в данной ситуации инъекции – это как вспомогательная терапия. Мы обязательно должны сочетать её с процедурами, травмирующими, да, это лазерные шлифовки или ТСА-пилинги, то есть такие абразивные, аблетивные, активные процедуры, для восстановления именно рельефности кожи. Соответственно, здесь мы используем препарат, наиболее концентрированный и по гиалуроновой кислоте, и по тригалозе. Основная цель наша – это механическое разрушение иглой и обеспечение именно стимулирующего действия как гиалуроновой кислоты, так и тригалоза. Здесь мы… Я чаще всего использую иглу 30G, так как ей легче управлять и, так скажем, легче разрушать рубчик, да, рубец пост-акне. Поэтому использую технику чаще всего линейно-ретроградную, да, то есть здесь папульно технику мы можем использовать, если мы, ну, так скажем, комбинировать, да, если мы используем, например, ещё и в качестве профилактики возрастных изменений. Глубина введения будет под рубец, то есть нам нужно под рубец, под область достойных пятен или пост-воспалительной гиперпигментации. Соответственно, здесь мы процедуру также проводим кратно, один раз в месяц для получения выраженного результата. Три-четыре процедуры. Опять же, понимаем, что данной методикой мы можем и готовить пациента к каким-либо аблетивным процедурам и восстанавливать после эпитализации тканей, восстанавливать данным препаратом кожу. Соответственно, на фотографии, вот вы видите, как я ввожу иглу, то есть иглу мы используем 13 мм, вводим её полностью на всю глубину под рубец. То есть, здесь тоже наехала. Мы понимаем, да, мы различаем виды рубцов и мы понимаем, что нам нужно совершить именно субцизию рубца, то есть убрать вот эти фиброзные тяжи, которые ткань тянут. Соответственно, вот здесь субцизия дна рубца мы используем введение иглы под углом где-то 20-30 градусов под рубец. Сначала мы делаем, так скажем, такое подсечение, да, субцизию рубца и затем уже вводим препарат, да, то есть именно в область под рубца, под рубец. И, соответственно, поднимаем дно рубца для стимуляции данной области. Так. Вот вы видите здесь результат коррекции. Как раз-таки пациентка, это промежуточный у нас результат. Было проведено три процедуры. Здесь мы видим, как изменение и рельефа, видим изменение эластичности кожи, что отмечает и сама пациентка, да, хотя она молодая достаточно, у неё всё хорошо с именно качеством кожи, но наличие вот этих посттравматических, вернее, постугревых рубчиков, они обеспечивают всё-таки снижение эластичности кожи. Мы видим вот эту дряблость, уменьшение эластичности кожи. Соответственно, после инъекции мы механически разрушили рубцы, рельеф стал более гладким и уменьшились поствоспалительные пятнышки. Да, они здесь ещё остаются, но это не конечный этап коррекции, поэтому здесь мы будем продолжать с пациенткой работать и, я думаю, добьёмся такого идеального результата. Что касается сочетанных протоколов, да, то есть данный препарат, биоревитализант группы Реви, мы можем применять со всеми косметологическими процедурами, да, с ботулинотерапией есть смысл именно применять процедуры биоревитализации до инъекции ботулотоксина для того, чтобы в общем и целом улучшить картину качества кожи, текстурности кожи. Одновременно инициирование, да, то есть это в одну сессию, я имею в виду, то есть в один приём мы можем инициировать ботулотоксин именно в область мимических мышц и затем проводить инъекции биоревитализанта Реви. То есть это абсолютно, так скажем, показано, да, сочетание таких процедур и никакого взаимодействия не произойдёт, так как мишени у этих процедур разные, да, ботулотоксин – это мимические мышцы, биоревитализант – это дерма, да, соответственно, разный уровень, они никак не повзаимодействуют между собой. С контурной пластикой также здесь логичнее сначала поработать над качеством кожи, улучшить её текстурность и затем уже проводить эстетические процедуры контурной пластики. Соответственно, мы помним о том, что введение в зону перманентных филеров мы не можем вводить какие-либо химические вещества, в том числе и биоревитализанты, на глубину более 1 мм, так как мы не знаем, как они химически повзаимодействуют. Поэтому здесь обязательно спрашиваем у пациентов, их анамнез, какие процедуры они проводили и, соответственно, что у них есть из филеров, перманентные филеры или какие-либо другие филеры в области лица. Что касается сочетания с аппаратными методиками, мы с успехом можем применять биоревитализанты Реви с аппаратными методиками как до процедур, в качестве подготовки кожи. То есть, например, лазерную шлифовку с абляцией, мы можем подготовить кожу, гидротировать её, так как мы помним, что при воздействии лазера главный, так скажем, триггер – это вода, и мы, гидротируя ткани, мы получим более выраженный эффект именно улучшения рельефности кожи после лазерной шлифовки. И также мы можем восстанавливать кожу после того, как произошла полная эпитализация через 14-21 день. Соответственно, мы можем уже проводить процедуры биоревитализации. Сочетание с APL-технологиями. Опять же, здесь мы успешно применяем сочетанные протоколы данных методик. Мы получаем, таким образом, более выраженный результат. Например, по коррекции пигментации – это очень, так скажем, рабочие протоколы, когда мы сочетаем, например, процедуры биоревитализации РЕВИ и APL-технологии, например, по лечению гиперпигментации. Таким образом, мы практически убираем гиперпигментацию. Визуально становится гораздо лучше, чем применение монопроцедур. Опять же, мы процедуры биоревитализации можем применять и в качестве сочетания с такими технологиями, как РФ, радиоволновой лифтинг, и ультразвуковой смаз-лифтинг Альтера. То есть здесь мы работаем тоже над качеством кожи, над ее гидротацией. Соответственно, проводим курс процедур до курса РФ-лифтинга. То есть мы сначала поверхностно стимулируем дерму, гидротируем ее, и затем проводим стимулирующие, коллаген стимулирующие методики РФ и ультразвуковой смаз-лифтинг. Так, здесь я представляю контакты нашей школы. Вы можете к нам обращаться. На все вопросы мы отвечаем и проводим обучение как по инъекционным, так и по аппаратным методикам. Поэтому с радостью вас будем ждать. Благодарю вас за внимание. Здесь мои контакты. Если какие-то вопросы остаются, я буду рада ответить на все вопросы. Если сейчас еще какие-то вопросы возникли, давайте отвечу. Так, кратность при постакне – это один раз в месяц. Мы делаем несколько процедур подряд. То есть в моей практике это 3-4-5 процедур один раз в месяц. Чаще не требуется использовать данный препарат, так как у него пролонгированное действие, и мы должны, так скажем, дождаться именно стимуляционного эффекта от данной методики. Поэтому один раз в месяц 3-4-5 процедур в зависимости от статуса локалиса данного конкретного пациента, выраженности его рубцов и ожидаемого результата. Так. Да, препарат имеет регистрационное удостоверение. Последняя регистрация от 29 июля 2019 года. Так. Все. Благодарности. Я надеюсь, что было все очень понятно, все полезно. Поэтому, если есть какие-то вопросы, мы обязательно на них ответим. Наш вебинар будет в записи на канале CLS, поэтому с радостью буду ждать взаимодействия. Все. Будем завершать наш вебинар. Я всем желаю хорошего дня, крепкого здоровья и хорошего настроения. До свидания. До свидания. Продолжение следует...